Очень небольшой кусочек, мы закончим ведение, и дальше начнется деловая часть, которая вначале будет немножко сухой, но необходимой. Итак, самая возбуждающая часть ведения связана с рассказом про то, ну, а предположим, мы действительно сделаем такую вещь, как встречные фотон-фотомные печки. Более того, мы с вами договорились, что совсем не исключено, при этом, что частоты этих солдарей, если я помню, будет порядка, и нет, где сталкиваюсь с электродом газифрома. И сетимости будут того же порядка, электронка чуть-чуть меньше, ну, и мы будем иметь уже фотон-фотомные, электрон-позитронные печки, так сказать, одинаковых исходных возможностей. Насколько фотон-фотомные возможности интереснее или неинтереснее по сравнению с электрон-позитронными? Общее утверждение сводится к тому, что физика гамма-гамма сударений при внимательном рассмотрении оказывается не менее интересной, чем е-минус сударений. Причем, есть некоторые вопросы, в которых фотон-фотомные печки выступают в значительной мере с преимуществом по сравнению с е-минус. Ну, конечно, есть и обратный вариант, для некоторых процессов я проси меня с более выводом дня. Итак, какие же это есть возможности? Ну, для того, чтобы хотя бы чуть-чуть ощутить. Можно просто попробовать бесхитростно. Вопрос оказался важным при проектировании фотон-фотонных коллайтеров, поэтому соответствующая физика просматривалась достаточно подробно. Ну, и вот здесь изображены разнообразные сечения, связанные с гамма-гамма и плюс и минус. Вы можете их увидеть, например, где-то там, вообще, вверху, процесс гамма-гамма, дублю-плюс, дублю-минус. Самый, конечно же, очень интересный, но ничего подобного для плюс и минус в удалениях нету по величине и сечениях. Вот, смотрите, в этой области и плюс и минус. И вот, где-то там, чуть ли не в 30 раз большее сечение гамма-гамма. Правда, для этого нужны приличные энергии на уровне уже Т. Можно заметить, что есть много разнообразных других процессов. Вот, очень интересный процесс, где плюс и минус ТНТТ. Но, не менее интересным указывается процесс гамма-гамма в ТНТТ. Причем, в одной из публикаций, наш бывший, который был ИКХЗ, даже называл гамма-гамма в ТНТТ, вроде как, волшебная лампа Аладдина. Это связано с тем, что, если мы смотрим, что творится на пороге, ну, а ТНТ достаточно тяжелый план, да? Вот, то там, комбинируя различные поляризации фотонов, можно будет включать или выключать те или иные варианты сечения гамма-гамма в ТНТТ, исследовать это все в деталях. А если поговорить, например, о такой интересной проблеме, как проблема образования СКИКСовского базона, то еще до его открытия уже было понятно, что если он будет открыт, пропон протонных сувалений. И даже если после этого он будет детально изучен у них плюс и минус сувалений, все равно для фотонов и крючков остается место для очень содержательной физики. Вот почему. Дело в том, что я просто сниму на сувалениях, а ХИКСовский базон рождается, как правило, в ассоциации с еще какой-то другой тяжелой частицей, ну, например, с эдопозоном. А в гамма-гамма-сувалениях он рождается, как резонанс. Причем резонанс абсолютно необычный. Вот, ХИКСовский базон нейтральный, фотоны с ним никакой не связываются, а связываются через вот эту вот петлю. Петля должна быть в заряженных частицах. В других процессах, когда встречаются такие петли заряженных частиц, там наблюдается стандартная ситуация. Если в петле идет тяжелая частица, то вклад такой петли, как правило, подавлен. А малая петля как раз дает вклад. Но в случае процесса гамма-гамма ХИКСовского базона ситуация кардинально другая. А именно, вклад даже очень тяжелых частиц не исчезает. Он дает некоторых константов, некоторых хороших вклад в это сечение. И если один из главных вкладов сюда будет давать как раз тяжелые, заряженные дубль-плюс, дубль-минус или кварки. Но что самое любопытное, если в природе существуют очень тяжелые заряженные частицы, то они тоже будут давать вклад сюда. Поэтому иногда этот процесс называют счетчик неизвестных заряженных частиц. С этой точки зрения, это действительно интересная область исследования, связанная с новой физикой. Но помимо исследования новой физики, фотоны, об этом мы будем подробно говорить, на небольших расстояниях могут вести себя почти как адроны. В отличие от дубль-минус. А что значит почти как адроны? Это значит, что у них должно быть сечение, не падающая синергия. Дубль-минус в адронах очень глубоко падает. По закону единицы на негде в квадрате. И при переходе от ЛЭПа, скажем, к ЛЭПу, сечение упало более чем сто раз. А что касается гамма-гамма в адронах, то сечение только не падает, но даже растет с ростом в небо. Это означает, что чисто адронные вопросы, которые решаются в соуверениях адронов, протон-протонов, пион-протонов и так далее, частично могут решаться из соуверения фотон-протонов. Ну вот. То есть фотон проявляет свою двоякую природу. Это вполне выгодная вещь. Ну, еще одна интересная особенность. Если речь пойдет о рождение каких-то новых, неизвестных частиц, то там, как правило, конечно, нужна очень большая энергия, если речь идет про новые частицы. И вопрос о том, чему предуправляется сечение, становится очень плотно, интересным. Ну вот, если сравнить, к примеру, процессы, в которых в соуверениях фотонов рождаются заряженные скаляры, какие-то неизвестные, аналоги P+, P-, только с энергией в сотни ГФ, или рождаются фермионы, аналоги электрона и позитрона, но только тоже с массой в сотни ГФ, или векторные бозоны, такие как если сравнивать фотон-фотонное содрение и аннигиляционный канал E+, и минус, вот здесь видно хорошо, что в принципе для этих двух процессов эти и другие сечения пазают, но как видно галкама сечения вполне хорошо превосходит сечение E+, и минус. А что касается рождение в любви в основном, тут даже качественно E+, это падающие сечения, в галкама это растущие сечения. Так что мне как-то не растекаясь мыслью бодрива можно сказать, что при изучении новых частиц есть процессы, в которых галкама с водорением могут быть выгоднее, чем E+, и минус. Кроме того, можно изучать еще и процессы связанные с обычной антронной физикой, но я уже говорил в тестерпризе, параллограф, фотонную структурную функцию только в области уже гораздо больше по виртуальности. Помимо галкама с водорением на встречной северности и минус в ручках можно устроить E-кама соударения. То есть один гектонный пучок превратить в фотоны, а второй оставить. И тогда структурная функция фотона будет в области гораздо большей виртуальности. Очень интересный класс полужестких процессов, но о этом мы уже поговорим подробнее, когда будем говорить про физику. Ну и наконец полное сечение сейчас оно измерено до величин порядка инетки системы центра массы кегалент до 150 гав. Там можно будет дойти до гораздо больших инеток. И так далее, и так далее. Так что физические вопросы связанные с одновремением пи-пи-минус оказываются не менее интересны чем Е-плюс Е-минус вот в этой области той области в которой окажутся энергия и светимости гамма-гамма пучков соизмеримые с энергией и светимостью Е-плюс и минус пучков. Ну вот на этом у нас заканчивается введение и начинается детальная проработка здесь уже будет меньше идей и больше выклада и мы начнем с вопросов связанных с кинематикой Итак первая проблема будет речь будет идти о чисто реальных фотонах высокой энергии предположим что нас сталкиваются два пучка в одном фотоне с четырех импульсом с энергией омега-1 летящие вновь оси z а в другом фотоне с четырех импульсом v2 летящие строго навстречу вот они здесь соугуляются рождается некоторая система частиц если это ось z то пусть у нас горизонтальная будет ось x а венатериальная ось mt самая первая главная характеристика это содержание конечно энергия но чтобы говорить на вариантном языке давайте введем энергию в системе центра масс квадрат этой энергии это магнистам сквозь переменная равная квадрату суммы четырех импульсов возводим квадрат q1 в квадрате 0 q2 в квадрате 0 остается только произведение q1 на q2 устраиваем это произведение здесь входят нулевые компоненты перемноженные и минус пространственные компоненты перемноженные в итоге получается 4 омега 1 омега 2 ну а сама инвариантная масса в системе центра вот эта величина равная 4 омега 2 совпадает с чем? с полной энергией сталкивающейся в атону в системе центра масс это одна характеристика создания вторая очень важная характеристика создания это поляризация и вот об этом на эту тему придется поговорить подробнее причем еще раз повторю подробность это будет немножко детальная и пока может показаться скучной но проблема в том что если вы не освоитесь если каждый шаг здесь не будет хорошо понят и осознан то об этом поляризационный порог вы всегда будете предсталкиваться а насколько это важно и интересно показывает ну например тот самый пример который мы с вами разговаривали скажем речь идет об образовании хипсовского бозона из-за создавания фотонов давайте хипсовский бозон сколяр так в системе центромаса он будет это будет резонанс если он рождается то он будет рождаться покоящимся а раз будет покоящимся то его момент импульса будет равен нулю в частности будет равняться нулю его проекция 0 0 теперь представьте что у вас соуглиняются фотоны той или иной спиральностью пусть спиральность этого фотона будет лянда 1 как мы привыкли писать а это лянда 2 я вам напоминаю что такое спиральность это проекция момента импульса но ось движения около Полный момент импульса складывается из орбитального и спинного Но орбитальный момент, который есть векторное произведение Эд на Пэд дает проекцию на импульс разу и нулю Значит это все на самом деле будет не что иное, как проекция спина первого фотона на его импульс, на направление движения И соответственно здесь будет то же самое проекция на это направление Чтобы выполнялся закон сохранения, если нам сталкивается чистое квантовое состояние Мы естественно получим, что конечный полный момент импульса равен начальному А в начале момента импульса есть проекция на ОСЗ, это гавра 1 И проекция на ОСЗ, это вот эта проекция Это минус λ2 Итак, чтобы рождался щекцовский базун, в соударениях фотона с определенной спиральностью необходимо, чтобы λ1 равнится λ2 Рождение будет Да? А если λ1 равняется минус λ2 Тогда ёлз будет равняться, в этом случае это будет 0 А если λ1 равняется минус λ2, то это будет либо плюс, либо минус двойка И так не будет равняться начальному В этих соударениях проекция момента импульса вообще всегда сохраняется Так что здесь никакого офиса не будет Это означает, что если у нас есть в руках возможность манипулировать спиральностью фотона А мы можем этот канал включать или выключать Ну, конечно, для излучения хирского базона его нужно включать Но помимо всего этого, есть еще дополнительная штука Вот хирский базон дальше распадается Например, на какие-то лептоны Например, Е плюс, Е минус Дело в том, что точно такого же сорта процессы могут непосредственно быть напрямую гамма-гамма, Е плюс и минус А дальше вопрос ставится в том Оказывается, этот процесс тоже зависит от спиральности фотонов Причем так красиво все устроено, что когда рождается Хиггсовский базон Тогда подавленный этот процесс и наоборот Вот отсюда видно, что проблема, связанная с поляризацией фотонов Вещь достаточно важная для решения многих физических задач Ну, а я уже немножко говорил, что при кантоновской конверсии электронного фотона В принципе, можно получать фотоны самых разнообразных поляризаций И вот сейчас нам придется немножко подробнее с этим разобраться Будем действительно разбираться в деталях до конца И вот почему Это ведь еще цветочки Тот самый случай, который будет тогда, когда Сделаю встречные линейные Е плюс и минус пучки И потом на их основе гамма-гамма А прямо сейчас А прямо сейчас Есть такое уже сорта соударения, в том числе и на ВЭПах Но только с виртуальными фотонами А у виртуальных вагонов Когда квадрат 4-х инкурса не равняется нулю Возникают свои дополнительные сложности и хитрости Которые еще труднее будет понять Если мы не перепрыгнем через этот порог Для чисто реальных фотонов Итак, поляризация Вы хорошо знаете, что Если я возьму вектор поляризации вот такой Минус плюс единица на кольвере из двух Нету ни нулевой Низетовой компоненты А х и у компоненты есть Причем Между ними Лишняя фаза Плюс-минус пи пополам Вот Если я возьму такой вектор поляризации То электрическое поле Которое будет Изображаться Плоской волной такого сорта Где Кх Это Омико Т Минус Кр Если это речь идет про первую частицу Про первую частицу Вот так вот Вот такая поляризация будет соответствовать правой или левой циркулярной поляризации При знаке плюс это будет правая При знаке минус это будет левая Циркулярная поляризация И в то же время Это же самое состояние соответствует тому Что у нас спиральность этого фотона Равняется плюс или минус единицы То есть сказать спиральность плюс 1 или минус единица В данном случае все равно Что это правая или левая циркулярная поляризация Это все относится к первому фотону А второй фотон летит навстречу И у него тоже поляризация будет только в плоскости x и y И легко сообразить что он будет зеркален То есть если у этого верхнего знака Отвечал правая поляризация То летящему навстречу фотону Он лет зеркальный Да Это будет левая поляризация Так что можно сказать, что это будет одновременно Вектор поляризации второго фотона Так, только здесь нужно будет написать Разменить, да? Вектор поляризации второго фотона Только с индексами наоборот минус плюс Вот, собственно, и все Что нужно для описания поляризации этих двух фотонов Достаточно двух векторов поляризаций Для каждого из них Но Что очень приятно, да? И для первого, и для второго Фактически Нужно всего два векторополяризации Замечательно Свойства этих векторополяризации Ну, конечно, они взаимноотогональны Инормированы То есть Если вы возьмете электрополяризации первого фотона Я уже индекс Ну не буду писать Да? Плюс Молектор поляризации первого же фотона Плюс Соотверженный То легко сообразить Что это будет произведение Иксовых и игрек компонентов Поэтому будет, во-первых, отрицательно Во-вторых, равняться единице А если будет Здесь плюс и здесь минус То получим 0 Можно это записать Еще таким образом Давайте Спиральный стрянь D1 Чтобы было поменьше индексов Будем обзывать буквой А Тогда Если я возьму Букву Здесь А А здесь А' Это будет Минус Г Это А А' Ну Еще раз Спиральность первого фотона Будем обзывать буквой А Ну тогда спиральность второго фотона Придется обзывать буквой B Так Они взаимнофагональными нормированы Что еще интересно Легко Обнаружить Тоже очень красивое свойство А именно Смотрите Эти вектора поляризации Имеют только Икс и Ильдер Компоненты Эти векторы Четырех импульсов фотона Имеют наоборот Только нулевые из этого Так что Вектор поляризации Хоть первого Хоть второго фотона Ортогонально В четырехмерном смысле И к первому И ко второму Четыре вектора То есть Е1 При любой поляризации Умноженное хоть на Пу-1 Хоть на Пу-2 Дает мнение А поскольку Е1 от Е2 Отличается только номинованием То то же самое будет и для второго фотона Вот это Простые Хорошие свойства И здесь все легко и понятно Но вот Дальше надо немножечко попробовать вам Запудрить Мозги Переводом Вот этого простого разговора В этой специальной системе На язык Реативиско-говорянных выражений И понятно почему это нужно будет Потому что Когда мы будем рассматривать с вами Создание Электронов И позитронов Которые испускают Фотолы Уже не реальные А виртуальные То там совсем не обязательно Они будут лететь Более одной оси Они будут лететь Лететь под разными углами У них еще к тому же Ну и мая Из этого компонента Могут быть разными Поэтому нужно научиться Разговаривать Ко-вариантам Ну давайте сделаем перерыв И потом поговорим Как этот Простой и понятный разговор Из этой специальной системы Будем ее назвать СС Специальная система Перевести в разговор Для произвольной системы Где фотолы по-прежнему реальные А сталкиваются под Какими-то другими углами Они много В принципе Это вот есть Инвариантные выражения С ним никаких Расовых проблем Ну будет по-другому Как-то выглядит Там ладить Космус угла Между Сознаниями А вот так И с поляризацией Быть можно Вот таким образом Давайте мы попробуем Вот Предположим Мы нашли Два вектора Вот такие вот Два четырех вектора Которые Специальные системы Переходим В орд В долю си икс И в орд В долю си икс Тогда у нас все под рукой Да Мы сразу можем написать Что е1 Вот это самый Плюс-минус Будет Минус-плюс Единица на корень с двух Два Дальше Вектор Долю си икс Плюс-минус И Вектор Долю си икс Это и будет то, что нам надо Да Вопрос только о том Как Каким образом Найти эти вектора Можно поступить Следующим образом Это вот Эта проблема Найти эти вектора Как только мы их найдем Дальше все-то реально Что Мы хотим В конечном счете Сделать Мы хотим Если посмотреть сюда Разобраться Плоскости Икс икс В специальной системе Это была плоскость Переминникулярная К вектору Ку-1 И к вектору Ку-2 К обычному вектору Ку-1 К обычному вектору Ку-2 А в произвольной системе Отчета В произвольной системе Отчета У нас есть 24 вектора Не обязательно Такие простые И подпространство Имперпедикулярное Ортогональное К этим двум векторам В специальной системе У нас ведется К икс и икрику Ну а дальше Легко сообразить Что если я возьму Вот такой вот Трензор Так Сейчас Пособразим Какой здесь Ложен коэффициент Это симметричный Тензор Второго раунга Если бы Не было Этого Добавочки То это был Просто Метрический Тензор Нашего Четырехмерного Пространства А вот Этот А вот Давайте посмотрим Во что Переходит В специальной Системе А в специальной Системе У него Останется Только две Компоненты У этого Обычного Нетрического Тензора Есть четыре Компоненты По диагонали А у нашего Останется Только два Давайте проверим Ну Во-первых У него будет Компонента 1 Ну Х Х Да Конечно Будет Она совпадет Ж Х Х А Ку1 Ку2 Х Х Компонент Не имеют А Ж Х Равняется Аминус Единицы Аналогичным Другим образом Ж Й Й Так Дальше Дальше понятно Что Недиагональные Элементы Здесь тоже Не будут Потому что Вот эти вот Штуки А Извините Недиагональные Элементы Типа Р Х Й Все они Будут Равняться Нулю Почему? Ну Потому что Этот Имеет Только Строго Диагональный Вид А вот Эти Штуки Имеют Компоненты Только Нулевые Из этого Элем Так что Все это Будет Ноль Ну Хорошо А что Нам даст Р Ноль 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 Нас Даст Ж Ноль Ноль Минус Здесь Будет Нулевая Компонент Одного Нулевую Компонент Другого Плюс То же Самое То есть Удвоенная Нулевая Компонента Омега Один Нулевая Компонент Омега Два Так Замечательно А внизу Стоит Ку1 На Ку2 А Ку1 На Ку2 Это Ко У нас И есть 2 Омега 1 На Омега 2 Ку2 Все Все Остальные Будут Нули Замечательно Между тем Нетрудно Сообразить Да Ну ладно Мы Немножко Коски Сообразим Так Теперь Возьмем Возьмем Ректор Обзавем Квости Стоит Стоит Прекрасно. Ну, отсюда автоматически означает, что если я возьму, например, квадрат такого вектора в этой системе отрицателен, а значит он в любой другой отрицателе. Это тоже важно. Очень хорошо. Теперь, если мы хотим дальше наводить кинематику, связанную с реальными процессами, то нам придется завести еще какой-то вектор четырех векторов, кроме Q1 и Q2. Он должен быть как-то связан с процессом. Ну, и мы вспомним, что в результате соударения здесь рождаются какие-то частицы, импульсы которых будем обзывать К1, К2, К3 и так далее. В крайнем случае, найдется одна частица, у него будет импульс, все равно будет. Итак, рассмотрим импульс какой-то от реальной частицы. Возьмем, свернем его с этим проектором. Что мы получим? Мы получим четырех векторов, которые в специальной системе отсчета будет иметь всего две компоненты. Замечательно. Нам бы хотелось еще один реактор иметь. В смысле, нам нужно два независимых взаимно-пинифлярных реактора. Еще один. Это тоже несложно устроить. Если я вас, ну, полностью отбисимый личный фензор. Знаете, такое, да? Но, вот такая вот. Компонент равняется единице. Те, что получены четным числом перестанового, равняются тоже единице, который на четным числом перестанового, минус единица. Полностью антисимметричный фензор. Замечательно. Свернем его с К1 по индексу ню. С Ку1 по индексу альта. С Ку2 по индексу бетта. Так. Замечательно. Вот. Получится некоторый вектор. Назовем ее М. Что мы знаем про этот вектор? А мы знаем следующее. Что этот вектор ортогонален К1. В том смысле, что Н му на О ни му равняется нулю. Он ортогоналит Н2. И он ортогоналит К1. вектор Н2. И что у нас тогда получается? Смотрите. Да. Как это доказать? Ну, это достаточно просто. Дело в том, что, как только, например, я домножил его на Ко-1-Ню, так у нас здесь останется Эпсилом, мю, мю, альфа, бета, Ко-1-Ню, Ко-2-Альфа, Ко-2-Альфа, а я еще домножил на Ко-1-Ню. Вот у нас получилось произведение симметричное по индексам альфа и мю. А эта штука по индексам альфа и мю антисимметрична. Сверху-то, естественно, даст нам. Ну, хорошо. Что же мы имеем под рукой? Вот у нас есть вектор К стильды. Судя по этой формуле, сравнивая ее с этими формулами Ко-1-Ню, Ко-2, я твердо знаю, что вектор К1 стильды ортогональный Ко-1-Ню, Ко-2. Замечательно. Дальше. Отсюда, ладно? Я знаю, что мой вектор Н ортогонален Ко-1, Ко-2, Ко-1. Значит, Ко-1 стильды тоже ортогонален. А раз так, то к чему он сведется в специальной системе отчета? Раз он ортогонален Ко-1 и Ко-2, у него только будет Х и Y компоненты. Эти Х и Y компоненты будут ортогональны Ко-1 стильды. Получается, что один из них я могу назвать вдоль одного из них направить оси Х, а вдоль другого оси Y. Единственное, что мне нужно сделать, это их отнормировать. Ну, давайте, если я возьму в качестве вектора EX вектор К1 стильды, деленный на корень квадратный из квадрата его. А я вам напомню, что он, этот корень, всегда отрицательный. Это будет единичный вектор, который сводится к вот такой величине. Если нет, если оси Х, то я прямо по нему могу и направлюсь. Эналогичная ось Y будет вдоль N. Вектор N, деленный на корень в Z в квадрате. Все. У нас есть теперь полная возможность работать калориантным образом. Вот. Так. Последнее, что я хотел сказать, тогда следующее. Если мы возьмем вот эти векторы с поляризацией А, я умножил на запряженный, с той же самой поляризацией. Просуммирую по всем поляризациям, а их все вверх. То силу полноты этих векторов, что я должен был бы получить? Я вам напомню обычную контрмеханическую схему. Если система полная, то сумма по всем наборам даст единичный оператор. Вот. Здесь роль Пси играют ЕА, ЕА сопряженная. Роль Х и У играют нюн и нюн. Ну, значит, то, что получится, должно было бы вырезаться через... Через что? Дельта. Пси играют. Подпространстве Х и У уникулярных на рамку 1 и Q2. То есть, вот это... Это можно прямо в лоб проверить. Единственное, что я должен... Знак входит. Это будет вот такая схема выстраивания поляризации, связанная с квариантным подходом Ну а теперь, когда у нас уже есть общее описание с помощью квариантной поляризации, хоть в специальной системе, хоть в произвольной системе Мы давайте задумаемся, а как должно выглядеть сечение перехода двух фотонов с той или иной поляризацией Ну, например, ватроны или во что-то еще другое Сталкиваться могут, вообще говоря, фотоны, не обязательно в чистых кланковых состояниях В каких-то смешанных, об этом мы подробнее поговорим Но если бы у нас были фотоны просто в чистых состояниях Как бы мы тогда, какие бы элементы сечения, мы должны были бы принимать во внимание Учитывая то, что в этом случае фотоны имеют еще и поляризацию Конечно, мы могли бы рассматривать Ну, например, гамма-гамма водорода Сечения вот такого перехода Конечно, мы могли бы рассматривать ситуацию, когда у нас сталкиваются два фотона Ну, скажем, с одинаковой спиральностью Так, и... Что это означает? У этого фотона направление спина вдоль его движения И у этого фотона направление спи... Проекция спина тоже вдоль его движения По-другому... По-другому... Плюс единица, это значит правая циркулярная поляризация Здесь тоже, с этой стороны, смотряются два фотона, каждый с правой циркулярной поляризацией Чему при этом будет равняться полная проекция на оси z? А это оси, после этого она есть Ну, легко сообразить, что если здесь проекция единица, а здесь проекция минус единица, то сумма будет 0 Вот такой процесс, когда сталкиваются два фотона с одинаковыми спиральницами Хоть плюс, хоть минус, но главное, чтобы были одинаковые Назовем это сочинение с биндексом в ноль А могли бы происходить соударение, когда, скажем, правый фотон сталкивается с левым Так? А левый фотон, это значит вот такой вот, такой вот То есть, здесь проекция единица, а здесь проекция, раз он левый, минус единица на свою оси На оси z, проекция полного спина, ну, а то на временной орбитального момента, будет двойка Если бы я взял противоположные проекции, то получил бы минус двойка Сечение такого сорта, давайте назовем сигма-2 В общем, в случае, от проекции для полного сечения, они должны на чего зависеть, поэтому сигма плюс двойка или сигма с минус двойкой должны быть одинаковы Так, ну хорошо, это один вариант Если у нас пучки с оборяющимся фотоном были циркулярно-поляризованные А ведь они могли быть и линейно-поляризованные И тогда, здесь тоже два варианта Сталкивается фотон, скажем, линейно-поляризованный в вертикальном направлении И в каком-то еще направлении С фотоном, поляризованным в том же самом направлении Назовемте такое сечение сигма-параллельное А на отрыве из-за удаления, где первый фотон в каком-то направлении, на пример тоже А второй перпендикулярный Назовемте это сигма-перпендикулярное Получилось, что для того, чтобы охарактеризовать просто полное сечение, например, гамма-гамма утроны Нам нужно, вообще говоря, четыре величины Сигма-0, сигма-2, сигма-параллельное, сигма-перпендикулярное Но эти четыре величины ненезависимые И вот почему Если бы я интересовался сечением, как там будут Не-полеизованные подборы А ну-ка, нам бы полусуммы этих возможностей Да? Если бы я интересовался линейно-поляризованные То в случае, опять-таки, если вдруг Я бы рассматривал неполяризованные Это тоже будут полусуммы этих возможностей Получается, что из этих четырех величин только три независимые Ну и тогда, естественно, устроить следующее Вот неполяризованное сечение, которое хоть там посядно, может быть выражено А второй вариант Устроить То, что называется асимметрии Помимо формы таких Давайте возьмем разницу Так? Напишем ее с коэффициентом двойка Эта штука будет говорить нам про то Насколько разнятся сечения при различных спиральностях Асимметрия, связанная со спиральностью Да? Как нужно выполнить для нее какое-то обозначение? Я в этом изложении следую работе Буднего и Китбурга 1970-го года А у них было простое рассуждение После буквы Сибма следует буква Тау Поэтому вот такую гадость Давайте назовем Тау Так, но Тау То есть асимметрия связана с чем? С циркулярной поляризацией Тау С Все, то есть циркулярная Ну и соответственно вот эта вот разница Это асимметрия связанная с линейной поляризацией Назовите буквой Л Так Очень хорошо Ну так Мы Рассмотрели Различные возможности Но до сих пор не касались Не касались самой Как бы сказать Самой общей возможности Самой общей возможности Падает первый пучок частично поляризованный И падает второй пучок Тоже частично поляризованный А что значит частично поляризованный? Давайте попробуем Давай это немножко подождите Первый факульт может быть частично поляризованный И тогда его можно характеризовать степенью этой самой частично поляризованный циркулярной Вообще-то Чистая поляризация какая? Либо правая, либо левая Так А если частичная То будет некоторая Циркулярная поляризация Со степенью Ну с некоторой степенью циркулярной поляризации Степень циркулярной поляризации любят изображать в форме среднего значения спиральности Вот Спиральность бывает Либо плюс единица, либо минус единица Соответственно правая или левая циркулярная поляризация Ну вот спиральность единица домноженная на вероятность иметь такую спиральность Плюс спиральность минус единица домноженная на другую вероятность Это и будет средняя спиральность Так характеризуют? Да Ну Плюс Плюс Этот еще самый картон Может быть еще частично линейным поляризованием Опять Введем степень линейной поляризации А у линейной поляризации А у линейной поляризации еще нужно быть направление По которому происходит эта линейная поляризация Это значит В лоскости Х и Есть какое-то направление Выделенное По которому И мы судим о линейной поляризации Вот это Угол Вот этот Да Давайте назовем Углом гамма Поэтому линейную поляризацию будем характеризовать Вот такими двумя параметами Степенью И направлением Аналогично для второго фракона Чтобы поменьше было индексов У нас будет Средняя спиральность того фракона И Ну Или так вот мы сделаем Давайте Лямбда А это сделаем лямбда с тильдой Здесь Л А здесь будет Л с тильдой Здесь Гамма А здесь будет Гамма с тильдой То есть все что связано со вторым Получит Значок тильда Вот Теперь мы созрели Для того чтобы выписать формулу Так же будет выглядеть Сечение процесса Гамма гамма вагоны Вагоны Для случая Столковения Двух фотонов Каждый из которых Выглядит Как то так Ситров Да Ответ Выглядит Примерно так Будет Входить Сечение Для неполяризованного Сечения Так В случае Если вот эти сечения Кажутся одинаковыми То все будет Чисто неполяризовано Никаких асимметрий не будет Ну а если будет все таки Частичная поляризация Тогда добавится Асимметрия Связанная С Циркулярной поляризацией Пропорционально Соответствующей Спиральности Ведь если они будут Частично линейно поляризованы Ну добавится Асимметрия Связанная Связанная С линейной поляризацией Она будет Пропорционально Произведению Степеней Поляризации Да А кроме того Она будет зависеть От направления этих двух углов Причем зависимость Я выберу Ответ Будем Вот такая Косинус Удвоение Разности этих углов Пока что это Прокламация Понимаете Это не есть доказательство А есть Ответ Которому Хорошо Подойти Вопрос Как это Удастся сделать Давайте Немножечко подробнее Обсудим Итак У нас Вообще Могут быть Батоны Частично Циркулярно Частично Линейно Поляризованы Под определенным углом И ответ От всех Эти характеристики Будет зависеть Вопрос в том Как Ответ Выглядит Правдоподобно Но как его получить Это Не близкий путь И на пути К этому Ответу Давайте поговорим Обниз Ответ Нет Не 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 Немножечко День Не Можем А Заткли Шаркак Как происходит описание процесса с частично поляризованным фотоном Вот у вас, скажем, фотон Здесь какая-то другая частица, фотон, электрон, протон, все равно И что-то там в конце концов получается Матричный элемент такого процесса выглядит как? Этому фотону придется написать вектор его поляризации И он умножается на какой-то тоже четырех вектор Зависящий от всех разных других векторов поляризации Четырех векторов мер и импульса и так далее Когда мы будем находить сечение, оно кажется пропорциональным квадрату матричного элемента Квадрат матричного элемента я мог бы записать так Замечательно Но ведь у нас удаляются совсем необязательно фотоны С строго повторяющимся вектором поляризации В реальном эксперименте ответ получается после многих соударений в результате статистического усреднения Так что нам придется устроить статистическое усреднение Это, ну, например, по нескольким пучкам Значит, это означает по нескольким фотонам Будет происходить усреднение тогда Вот этой величины Которая с точки зрения фотона Сведется к усреднению Вот такой вот штуки Это среднее значение векторов поляризации По многим повторениям опыта С разными фотонами Но все-таки с близкими характеристиками Вот эту штуку называют матрицей плотности Ну и именно она входит в ответ для фотонов В нашем случае Давайте мы разберемся конкретно с нашим случаем У нас есть два фотона Значит, вообще говоря, будет две матрицы плотности Если мы пока не будем прибивать никаких индексов То еще раз я повторяю Ну давайте Чтобы было немножко поменьше Сындексами Ровнее ну Это среднее значение веню На среднее значение веню Софтяжение Замечательно Это то, что войдет в ответ Для всех экспериментально наблюдаемых сечений Имеющих дело с пучком фотона Хоть первого, хоть второго Так Если мы имеем ситуацию типа Эта Вектор организации имеют только два ненулевых компонента Х и Y Значит, здесь тоже у нас будет Мелкий, но Это бывает только два значения Х и Y Стало быть, это будет матрица какая? Два на два С такими матрицами мы уже сталкивались Когда изучали спину Да, спинное состояние Любую матрицу 2 на 2 Матрица, между прочим, ремидруя Да Любую матрицу 2 на 2 Можно разложить по матрицам паунды в единичную матрицу Так и сделаем Напишем Единичная матрица Плюс Матрица Матрица Павли Их 3 штуки Они должны умножаться на некоторые коэффициенты Которые любят обзывать буквы Кси и Т Ну и предполагается, что по этим И Происходит суммирование 1, 2, 3 Или X, Y, Z Ну, 1, 2, 3 И еще для нормировки Удобно Написать Матрицу 1, 2 Итак Произвольная Элемитовая матрица 2 на 2 В условиях нормировки Чем она еще, эта матрица характерна? Что если Я возьму И проведу Сосчитаю И вот Диагональные элементы РО X, X Плюс РО, Y, Y Что я получу? Я получу E, X По модулю в квадрате Плюс E, Y По модулю в квадрате А мы знаем, что это у нас будет единица Так что это матрица Эрмитова Так Дальше Со шпуром равной единице И Это тоже матрица Эрмитова Тоже со шпуром равной единице Потому что Шпур сигнала матрицы равен нулю А шпур единичной матрицы равен двойке Это одна вторая специальная депрена написана Итак Полная характеристика Матрицы плотности задается примятой эфициентами Ксиитрея Это и есть параметр стокса Я не знаю, вы в электрикнамике с ними знакомились? Немножко, да Наверное, да Ну, может быть для того, чтобы лучше вспомнить Я могу вам посоветовать Почитать Книжку Берестерского Лившица Плантовая электродинамика И в ней Параграф 8 В самом начале идет описание фотона И Все то, что я буду сейчас рассказывать Это простое Простое воспоминание о том, что было в электродинамике Ну и Может быть С разговором на тему о том, что теперь это не просто поле, а фотоны Так Какое свойство этих самых параметров стокса? Из того, что это пирамидов с единичным шпуром Автоматически следует, что все эти параметры стокса могут изменяться только между плюс или минус единицами Сумма их квадратов Сумма их квадратов Да Это положительная величина Не больше единицы Ну, а дальше уже Начинается разговор на тему о том, что конкретно каждый из них изображает И еще раз повторяю Чтобы не заниматься лишней алгеброй Я оточню вот к этому параметру И мы Примем вот какую штуку Матрица Кси2 Которая связана С матрицей Сигма2 Я вам помню Матрица Сигма2 Вот такая вот Космосимедичная Так вот Параметр Кси2 Это и есть средняя спиральность А параметр Кси1 и Кси3 Связан с вещественными матрицами Сигма1 И Сигма3 И Сигма3 Да Связан с линейной поляризацией Степень линейной поляризации Это и есть Сумма квадратов Эти двух Оставшихся параметров Столбса Ну а кроме того Каждый из них еще И вот соответственно Кси1 Кси1 И Кси2 Можно Тогда расписан через это Через эту степень линейной поляризации Кси1 Кси2 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 И Скси2 Ну вот, собственно, все, что и нужно для первого фотона, для второго фотона. Для второго фотона будет, соответственно, три параметра стопса с 1,2,3 стильдой с теми же данными свойствами. Ксидра стильдой будет средней степень поляризации второго фотона, а ксидра стильдой будет связана точно таким же образом со степенью линейной поляризации. Вот только в чем будет некоторая разница. Здесь будет тоже L стильдой, на космос 2 гамма стильдой. Здесь будет L стильдой, на космос 2 гамма стильдой. Но различие будет заключаться в том, что то, что было правым для этого фотона, будет левым для этого фотона. То есть фактически зертально отраженным. Это приведет к тому, что здесь будет дополнительный знак минус. Вот такая картинка, которая все и описывает. После чего, если мы с этим скопилировались, освоили, после этого можно приступать к процедуре получения вот этой формулы. Причем мы даже будем делать немножечко более общие. Мы будем пытаться найти ответ не только для полного сечения, но и для дифференциального. А в чем разница? Разница в том, что когда мы говорим про полное сечение, то речь идет о том, что по всем углам все, что можно приступить, по всем конечным спинам просуммировано. И поэтому остались только характеристики начальных частиц. А вот если брать дифференциальное сечение, то там может возникнуть более сложный и хитрый ответ, к которому тоже можно будет готовым. Итак, попробуем, по крайней мере, наметить путь, как бы мы могли получить этот ответ, да еще сразу не для полного, а для дифференциального сечения. Способ действия такой. Значит, у нас имеется вот такой вот процессор. Так. По один, по два, по один, по два и так далее. Перехода двух катонов, ну скажем, у набора дронов. Если мы будем говорить об облитуде этого процесса, то нужно будет сказать про спиновые состояния этих фотонов. Пусть этот фотон будет со спиральностью А, а этот фотон со спиральностью В. Через две квантовые состояния. А равняется в плюс-минус единице, В равняется в плюс-минус единице. Как эта антитуда зависит от векторов поляризации? Очень просто, мы знаем. Нужно взять у первого фотона вектор поляризации со спиральностью А, у второго фотона вектор поляризации со спиральностью В, и домножим на все остальное, чтобы иметь индексы меню. Вот так будет выглядеть наш ответ. Затем, затем мы должны будем найти сечение. Если здесь идет по чистому процессу, то мы должны будем домножить это все на квадрат этого модуля, и дальше на фазовый объем. Я напишу его так сказать. Это фазовый объем конечных частей, в данном случае отронов. Это фазовый объем. Давайте только единственное, чего хотел вспомнить. Так. А кроме того, потом все это еще. Как вы помните, мы это изучали у Фетч, кнопку разделить на учетверленный инвариант Мюллера, связанный с гамм-гамм-сутарением. Инвариант Мюллера в данном случае очень прост. Это коди на код 2 просто и все. То есть это ничто иное, как 1, 2, 2, 2 в квадрате. А вот что касается вот этого самого фазового объема конечных частиц, то есть там входит 2, 3, 4 на дельта функцию, выражающую закон сохранения. То есть у 1 плюс у 2 минус сумма по импульсам всех конечных частиц. 1, 2 и так далее. Дальше входит произведение по всем конечным частицам фазового объема. Для 3, да, умноженное на двойную энергию конечной частицы и еще 2 в квадрате. Все, получили. Но это в случае, если у нас были чистые состояния. А если состояние смешанное, а если состояние смешанное, тогда вот эта причина МНП должна будет заменяться. То есть возникнут усоединенные вот эти значения, которые будут соответствовать матрице плотности первого и матрице плотности второго фотона с определенной спиральностью. Ну вот на этом мы остановимся и в следующий раз закончим этот достаточно. Он не сложный, лучше сказать, он не трудный, он громоздкий. Смотрите, этот вывод того, как сечение зависит от характеристик сталкивающихся на полном. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.